Значит, тест проводим повторный. Год назад был 40-й тест, к нему возникло много вопросов, а именно, почему я не зашел полностью к этой собаке, не зашел, как обычно это делают, ну то, что резко, но прямо вот без всякого предварительного стояния. Я подумал, а почему бы и нет? Спустя год кобель уже, конечно, очень сильно возрастной, и надо, наверное, попробовать действительно такой тест провести, не стоять у калитки. Сейчас договоренность с хозяином, он находится непосредственно в доме, по камерам все это отслеживает и смотрит. Обычный шоушник, причем с проблемой с какими-то там задними лапами, что-то там еле двигается. Но при этом более года назад эта собака меня впечатлила. Она входит в четверку собак из более чем 76 тестов, которые ложевый тест не провалило. Сейчас я стоять не буду, я просто подхожу к калитке, калитка сейчас подготовлена, она как бы открыта, вот, не на засов, и я непосредственно сразу буду заходить. Спасибо Андрею Орехову за предоставленную амуницию, вот так, что я приехал отдыхать, собственно, в городе не тесты проводить. Ну вот, спасибо Андрею Орехову, город Майкоп, инструктору ГУСАВ Клуба. Все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ждет провокации. Провокации ждет. Провокации ждет. Нет, ну не гуси, реально бы, как сказать, больновато бы будет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok